Всем привет, дорогие друзья! Сегодня выдался достаточно теплый денек. Я пришел в место, где прошло все мое детство. Но речь пойдет сегодня не об этом, а о том, что сейчас, как вы видите, как вы знаете, практически любой предмет, который втыкается в розетку или работает от аккумулятора, может управляться со смартфона. Но сегодня мы не будем затрагивать тематику интернета вещей. Я не поставлю вам здесь холодильник с выходом в интернет, а расскажу про вот такой вот свет. Это накамерный свет. Ну как накамерный? Он может быть в том числе и накамерный. Вообще это достаточно универсальная история. Вы его можете крепить на свою камеру, на свой квадрокоптер. Вы можете, благодаря тому, что у него внутри находится магнит, открыть капот от автомобиля, прикрепить его, возиться там в своем гараже, закрепить себе на лоб. В общем, это универсальный светильник, очень яркий, очень мощный. И при этом он управляется со смартфона. И вообще изначально я хотел сделать обзор этого светильника прямо в прямом эфире, но потом подумал, что прямой эфир может затянуться, потому что я просто не знаю, заряжен ли здесь аккумулятор. И ждать 20 минут просто, как заряжается батарейка, было бы непростительной тратой вашего времени. Поэтому сегодня я сделаю такой полу-лайф обзор, что называется. Я не открывал его, не знаю, что у него внутри, поэтому сейчас все будет происходить на ваших глазах. Ну, во-первых, поставляется он вот такой вот коробки, и издалека вы можете подумать, что это, наверное, какая-то новая GoPro Session. Инструкция по эксплуатации, зарядка. Обратите внимание, зарядка, с одной стороны, USB, с другой стороны, вот такой, это правильно называется, по-моему, проприетарный разъем. Вот этот штыречек утапливается, и, насколько я понимаю, он еще оснащен магнитом. То есть, как на старых MacBook'ах, MagSafe, что-то подобное. Вот это, я так понимаю, насадка для установки светофильтров. Светофильтр я уже вижу, и здесь их реально очень много. Это может пригодиться, например, при съемке каких-то клипов, когда нужно, допустим, подсветить задничек или какой-то элемент, каким-то, каком-то, синим светом, с холодной температурой, чтобы выделить объекты на переднем плане. То есть, его можно использовать, как я уже вижу, и для таких более-менее профессиональных съемок. Ну что, вот он наш светильничек. Давайте проверим, заряжен ли аккумулятор. Нет, друзья, аккумулятор разряжен полностью. Мне придется отключить пауэрбанк. Здесь очень мощный магнит. Подключаем его. Все, и автоматически у нас загорается светодиод, который индицирует процесс зарядки. Ну что, первое впечатление хорошее. Купить этот гаджет можно по ссылочке в описании. Переходите, смотрите, сколько он стоит. Это официальный магазин. И по моему промокоду, который вы также найдете под этим видео, будет скидка в размере 5%. Так что не забывайте его ввести, если будете заказать себе эту штучку. Теперь, что касается яркости. Это очень яркий свет. Характеристика освещенности вы видите сейчас на своих экранах. Но я, в принципе, вижу, что это на высоком уровне. И светить таким устройством в глаза не очень-то приятно. Вообще, что касается вот этого разъема зарядки, мне это нравится гораздо больше, чем на светильниках других брендов. Вы помните, у меня был на обзоре Уланзи. Где все заряжалось через обычный microUSB. И после того, как он покупался со мной в воде, я его включил. Из-за того, что на контактах осталась соль, у меня просто попался разъем. Я это все показывал в обзоре того светильника. Здесь используется более крупный разъем. Поэтому, даже если вы не помыли его пресной водой после использования, я думаю, что он у вас не подгорит и не оплавится. Что касается водонепроницаемости, то это погружение на глубину до 60 футов. То есть, это в районе 20 метров. То есть, вы спокойно можете устанавливать его на свою GoPro. Качество изготовления очень хорошее. Тут такой крепкий пластик. В общем, все ощущается очень надежным, устойчивым. Причем устойчивым не только к агрессивной окружающей среде, но, судя по всему, и устойчивый к падению. Но проверять, конечно же, я это не буду. Вот посмотрите, как светит фонарь уличного освещения. А вот так вот светит наш светильничек. И, кстати, у этого светильника есть функция защиты от перегрева. Почему-то с китайского этот пункт меню не перевели. Но, если вы его выключаете, он дает о себе знать уже на английском языке. Ну что, теперь переходим к самому интересному. К управлению с помощью мобильного приложения. И, на самом деле, найти это мобильное приложение оказалось непросто. Когда я просто вводил Moin, так он называется, то ничего не искалось. А потом я обратил внимание на коробочки, что у нас здесь есть надпись Gatsun. Да-да, Gatsun это та же самая компания, которая делает стабилизаторы Moza. И я ввел, соответственно, Moin Gatsun. И мне высветилось приложение Mirfuck. Mirfuck. Когда вы подключаете приложение, вы сразу можете видеть уровень заряда батарей, яркость, на которой он сейчас светит, значение световой температуры, ну и статус этого устройства. То есть, он сейчас у нас зажжен и заряжается. Если у вас несколько таких светильников, вы все их можете добавить в это мобильное приложение и управлять ими независимо. Когда мы попадаем в главное меню, мы видим достаточно обширные настройки управления. Здесь получается у нас 6 светодиодов. Из них 3, соответственно, теплые, 3 холодные. И мы можем управлять яркостью свечения каждой группы. То есть, сейчас, вот если мы поставим холодные светодиоды на максимум и теплые, соответственно, тоже на максимум, то мы получим максимальную яркость 100% и тех и других. То есть, общая яркость, соответственно, всего светильника будет также 100%. Также здесь есть еще пункт флешен, мигание. И на самом деле здесь есть интереснейший пункт. Вы можете набить любой произвольный текст, и он будет у вас мигать азбукой Морзе. Смотрите, сейчас я ввел слово SOS. И у нас получается 3 точки, 3-3 точки. Вот, 3-3 и 3 коротких. Да, то есть, эта штука работает. То есть, если вы где-то потерялись, если человек, который вас ищет, знаком с азбукой Морзе, Морзе, он сможет прочитать ваше послание. И, ребята, обратите внимание, никакого шифрования, да, никакого сквозного шифрования нет. Но, тем не менее, далеко не каждый сможет рассекретить вашу переписку. Потому что просто не знает азбуку Морзе. Пора возвращаться к старым способам переписки. Можно на бумаге молоком писать. Я думаю, все к этому и идет. Но, если Морзянка вам не нужна, то вы можете переключиться на верхний блок, где у нас задается время свечения, время простое. И вот сейчас мы можем сделать такой прям стробоскоп. И, кстати, что интересно, я слышу звук. Тут какой-то, не знаю, ну реле здесь вряд ли установлено. Хотя, может быть, я прям слышу механический звук. Вот этих вот миганий. Вот, послушайте. Кстати, если вы снимаете малобюджетное кино, и вы не можете, к примеру, подогнать полицейскую машину или машину скорой помощи, то вы можете использовать вот такой вот светильничек для того, чтобы, закрепив его за вашим окном, создавать вот такой вот антураж мигалки. Для этого достаточно выставить одну десятую на свечение, одну десятую секунды на, соответственно, затухание. И вот так вот это выглядит просто светильничек. Конечно же, этими функциями мигания можно управлять не только через мобильное приложение. Мы можем три раза нажать на кнопку, но с мобильного приложения, конечно же, удобнее. А также в настройках приложения вы можете задавать светильнику свое собственное имя. Это актуально, если у вас их несколько, чтобы вы понимали, где они, к примеру, у вас установлены. А также есть режим Super Bright Mode. Вот. Ребят, я сейчас, знаете, что слышал? Звук запуска квадрокоптера DJI. Я его узнаю с любого расстояния. Кто-то здесь собирается сейчас полетать. Вот это вот. Конечно, когда вы надеваете вот этот вот диффузор, мощность свечения у вас существенно падает. Но что касается стоимости, как я уже сказал, вы можете посмотреть ее на сайте производителя. И мне кажется, что для такой достаточно функциональной игрушки, с такой мощностью, с водонепроницаемостью, с возможностью управления со смартфона. Это нормальная цена. Да, ребят, я не ошибся. Вон коптер. Отсюда даже с моим неидеальным зрением, без очков, вижу, что это Mavic. Его вот эти вот растопыренные лапки, дохлого кота. Я узнаю с высоты 50-60 метров. Ну, 100%. Ну, на сегодня все, друзья. Не забывайте поставить лайк. Не забывайте оформить подписочку. Если до сих пор этого не сделали, по ссылке в описании также будет список всего моего оборудования, которое я использую для съемки на смартфон. Всем пока. До новых встреч.